Добрый вечер, уважаемые слушатели, добрый вечер, в эфире Финал ФМ Сухой Остаток, меня зовут Олег Дмитриев, ну что ж, новый понедельник, новой недели, нового месяца, еще так можно сказать. Жизнь продолжается, и мы, как всегда в это время, с вами смотрим, как она, собственно, продолжается, насколько весело и жизнерадостно складываются это самое продолжение. В эфире Финал ФМ Сухой Остаток, и сегодняшняя тема, долго ли продлится оптимизм игроков на рынке акций, ну, видимо, по определению мы говорим об оптимизме. Всегда приятно говорить об оптимизме, в конце концов. Итак, в гостях сегодня Дмитрий Александров, начальник аналитического, прости, Дима, начальник отдела, ну, давай я иначе сформулирую, Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований, инновационной группы Универ Капитал. Добрый вечер. Добрый вечер. И чуть с небольшим, видимо, опозданием в этой студии появится Ярослав Кабаков, ректор учебного центра Финам. Будем ждать его. Уважаемые слушатели, для вас информация традиционная. Телефон в студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте вопросы, делитесь собственными наблюдениями. Итак, какова же она история, складывающаяся на финансовых рынках. Ну и давайте также традиционно в это время, 18.05 в Москве, мы посмотрим на картину маслом, что происходит сегодня на финансовых рынках. Начинаем с отечных индексов, РТС теряет уже чуть больше процента, 1611 текущая котировка, ММББ скромнее, но тоже в минусе 0.8% 1533. Ну, наверное, стоит отметить сильное закрытие Америки опять, да? Прошлую пятницу по проценту прибавили S&P 500 и Dow Jones. S&P сейчас находится на рубежах докризисных, да, с седьмого года, а Dow Jones практически на исторических марках. Где-то я сегодня смешную картинку видел. 14 тысяч сделал Dow Jones, 14 тысяч. Это приятно, наверное. Посмотрим, что произойдет сегодня. Через полчаса откроются американские площадки, и мы с вами отвлечемся на это дело и увидим, как это все дело работает. Значит, дальше, значит, дальше, 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 дальше. Дальше ситуация следующая. Сырьевые рынки и Форекс. Сырьевые рынки и Форекс на этот момент выглядят следующим образом. Нефть марки Brent корректируется после максимума в прошлой неделе. 114 долларов 70 центов стоит бочка. Золото 1663 за унцию. Ну и евро-доллар также сегодня весь день снижается. Видимо, после пятничных хаев 1.3567 его текущая котировка. И последний основной набор голубых фишек сегодня в красной зоне. Лидеры падения Аэрофлот, ВТБ, НЛМК, Обычка, Роснефть чуть больше процента теряет. Росгидро минус 2 процента. Ну, лучше рынка почему-то выглядит обыкновенные акции МТС. Больше процента они прибавляют, а все остальное так достаточно красенькое. Ярослав присоединился к нашему эфиру. Я рад вас приветствовать, Ярослав Александрович. Добрый день. Ну что ж, давайте разговор начнем, собственно. Итак, давайте с очевидного. Ну, если оно очевидно, действительно, Дима, тебе вопрос будет первый. Действительно, оптимизм на рынке акций или на финансовых площадках сейчас превалирует. И, собственно, на чем он основан, этот самый оптимизм? Чего же мы растем-то? Ведь все так плохо. Ну, суть по тому, что мы озвучили, мы уже и не растем. Хотя, естественно, можно говорить о том, что мы, в общем-то, фактически проигнорировали весь оптимизм США. Есть оптимизм о сегодняшней Азии. Хотя, естественно, что он такой немножко специфический, потому что, собственно говоря, начался в пятницу после данных по безработице. А они довольно странные. То есть их нужно трактовать очень аккуратно, потому что, с одной стороны, вновь созданные рабочие места вне сельского хозяйства выросли, выросли сильнее, чем ожидалось, безработица при этом тоже выросла. То есть, грубо говоря, в сельском хозяйстве все плохо, а в остальной экономике все лучше. А может такое быть в Америке? Конечно. И, в принципе, для них это как раз очень хорошо, потому что они говорят о реиндустриализации, а реально живут за счет сферы услуг. Поэтому, грубо говоря, это значит, что в сельском хозяйстве плохо, зато в остальных двух секторах все здорово, по крайней мере, выполняется генеральная линия. На этом и шел рост. Но, в целом, увеличение безработицы, в общем-то, сигнал довольно тревожный, учитывая, что сейчас не стоит вопрос о повышении ставки ФРС или ужесточении регулирования монетарного, о сворачивании КУЕ, уже четвертого по факту. Поэтому здесь, в общем-то, рост безработицы – это однозначный слабый сигнал для рынков. В то же время мы не растем явно совершенно… Не, ну даже так, вот смотри. Ну, просто уже последние несколько недель не всегда хуже. Да, слабый сигнал для рынков, и S&P закрывается на хаях. Да. Значит, что сделает осторожный инвестор, который знает, что Россия – это повышенные риски, и отсюда могут начать вновь выходить иностранцы, тем более весна. Он тоже решит немножко зафиксировать прибыль. А что значит «тем более весна»? Это связано с какими-то весенними обострениями? Ну, весна, да, естественно, с обострениями, скажем, дивидентной политики. И у иностранных инвесторов тоже бывают обострения, связанные с тем, что нефть может начать снижаться, потому что снижается спрос. Хотя здесь, опять же, факторов очень много. Если вспомним прошлую весну, или, вернее, позапрошлую даже, да, то, в общем-то, по весне шел как раз, в начале особенно, март, очень хороший рост, в основном, благодаря Ближнему Востоку и Северной Африке два года назад. В общем, мне кажется, что у нас на рынке фактически, даже графически, если смотреть на индекс ММВБ, например, повторяется ситуация прошлого года. Когда, там, в конце где-то ноября в этом году, в конце декабря, наверное, да, было сильное падение, потом резкий рост, потом равномерный довольно такой закарабкивание вверх, потом еще один гэп, и после него на резкой волатильности формируется расходящийся клин. Вот это говорит о том, что вроде бы хочется уже продавать, поэтому обратите внимание на последние, там, недели, все продажи идут очень длинными свечами черными, потом долго растут вверх, то есть, в принципе, готовы продавать, готовы остановиться в шорты, это видно, кстати говоря, по рынку, видно, как потом шорты эти начинают выносить вверх, но рынок продавать готов. И вот вопрос в том, сколько будут нас вытягивать так вверх, потому что в том году это кончилось все очень печально, но это была середина марта в том году, да, сейчас картина уже такая же, с точки зрения разметки, да, но она гораздо раньше, на полтора месяца раньше она сформирована, и при этом не, как бы, не очевидны какие-то явные негативные сигналы, да, там, что-то в Европе опять говорят, да, там, фискал клиф не разрешен, но все это, в общем-то, отложено, никак, вот, непосредственно сейчас не должно быть какого-то стимула к резкому обвалу. Соответственно, риск в том, что, да, на хаях Америка, на хаях Япония, да, и либо мы должны на каком-то очень мощном позитиве пробиваться сильно вверх, причем не продавливать там на росте денежной массы, а именно пробиваться резко, либо нас ждет, опять-таки, очень сильное снижение. — Я понял. Ярослав, ты видишь оптимизм вообще на финансовых рынках? — Ну, я думаю, что статистика, которая была в пятницу, она все-таки поддается логическому объяснению, почему, потому что... — Мне нравится, да, это всегда хорошо объяснить логически статистику, которая вышла в пятницу в понедельник на следующей неделе. — Ну, я имею в виду, что все-таки настроение, связанное с тем, что ФРС сохранит систему стимулирования экономики, она присутствует. — Другой вопрос, что я считаю, что в текущей ситуации капитал рынок, фондовый рынок — это вещь в себе. Почему? Потому что мы замечаем, что негативная новость... — Рынок в целом или наш отечественный? — Сейчас рынок в целом. Наш отечественный — это вообще отдельная история. Хотя, с другой стороны, отмечу, что на текущем моменте присутствует приток фонды, иностранные фонды. — И как будет разрешаться ситуация на российском рынке, она еще, так скажем, двоякая. Почему? Потому что если Америка останется на этих уровнях, то весьма вероятно мы еще сможем порасти. Причем спекулятивно порасти и показать еще какие-то новые хаи. Мне кажется, что история пока не исчерпана. Другой вопрос, что если будет резко корректироваться нефть, а сейчас ситуация с Ираном вроде как начала поддаваться какой-то логическому разрешению, то там, конечно же, может возникнуть такая, скажем, нехорошая ситуация с коррекционным движением по нефти, а это, соответственно, будет приводить наш рынок к неустойчивости. И еще хотелось бы сказать, что, конечно же, основной риск, который сейчас закладывается на российском рынке, он связан в первую очередь с рублем. Дальнейшее укрепление рубля все-таки будет во многом влиять на экономику России. Ну, данная ситуация, она, в принципе, уже, по-моему, выходит за рамки логического объяснения. Почему? Потому что экономический рост и сдерживание инфляции, они все-таки немножко разные цели. И то, что себе Центробанк ставит целью именно сдерживания инфляции, в конечном итоге приводит к негативу в самой экономике. И по последним, так скажем, высказываниям о смягчении монетарной политики, все-таки весьма вероятно, да, рубль, может быть, будут ослаблять. И если его будут... Ну, будут, то есть, вмешательства мы увидим, да, регуляторы? Ну, в принципе, для нашей экономики дальнейшее укрепление рубля это будет уже, так скажем... Ощутимо. Ощутимо. Мы сейчас видим, что даже доходы нефтянки, они не такие уж впечатлительные на той нефти, которая... Ну, на тех ценах на нефть. Да, на тех ценах на нефть, которая сейчас есть. Поэтому, мне кажется, что все ждут определенной развязки. В принципе, мы видели и позапрошлый год, и прошлый год примерно... Ярослав, я тебя перебью, извини, пожалуйста. Информация о развязке, она интригует. Давайте послушаем новости на Финам ФМ, а потом продолжим. Итак, мы продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели, сухой остаток на Финам ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня говорим, как всегда, о текущей ситуации на финансовых рынках. В гостях Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований инновационной группы «Универкапитал» и Ярослав Кабаков, ректор учебного центра «Финам». Собственно, Ярослав, тебе в продолжение, да, я даю флаг в руки, что называется, потому что какая-то вот интересная интрига до новостей возникла. Ну, в принципе, идея сводится только к одному. Что будет делать наше правительство в текущей ситуации? Причем потому что потенциалы российского рынка есть. Все-таки ставки в российской экономике, они достаточно высокие. Если дальше продолжать в таком же духе, то мы где-то должны в ближайшее время загнуться. Я имел в виду, что ситуация повторяется и позапрошлого года. Извини, пожалуйста, я тебя на секунду перебью. Просто он не слышал, видимо, темы сегодня. Как долго продлится оптимизм на рынке? И слышать, да, Ярослава, и через них загнуться. Ну, Олег, здесь вопрос-то не локальный такой, да, а все-таки немножко более длительный, имеется в виду. И если не будут предприниматься монетарные меры по все-таки стимулированию экономики, по движению курса рубля, то мы это, наверное, увидим. А с другой точки зрения, опять же, текущая ситуация. Российский рынок имеет существенный потенциал. И если все-таки часть рисков будет снята, то российский рынок может показать новый хай. Но пока, как бы, эти риски у нас особо не снимаются. То есть пока не видишь ли, да, этого нового хай? Вот по поводу текущего курса рубля, монетарной политики Центробанка Российской Федерации, ну, и вот рисков, о которых Ярослав сейчас убедительно говорил для экономики. Ты с этим в целом согласен? Согласен, конечно. Ну, главное, что сейчас же видно, запущена такая, ее давно готовили. Теперь уже вынесли на широкое публичное обсуждение, не обсуждение, но, так сказать, на обозрение. Это вопрос о процентной ставке в России. И теперь, значит, ЦБ должен снижать процентные ставки, чтобы дать деньги для экономики. Ну, в принципе, с одной стороны, да. С другой стороны, не сам ЦБ дает процентную ставку. Ставку реально по кредитам определяет не ЦБ, когда мы говорим о кредитах для бизнеса или там о потребительских кредитах. При этом, если посмотреть на то, как банки первые десятки даже, да, уже начинают рекламировать кредиты для пенсионеров, там, 200 тысяч на нужды. Ну, это, честно говоря... Это неприлично уже. Для меня... Нет, может быть, это прилично. Я не знаю. Но для меня это сигнал завершения кредитного тренда. Мне кажется, предлагать кредиты пенсионеров, в принципе, не при... Это мэвитон. Это было... Кредиты надо активному населению предлагать. И главное, что это было там, ну, условно говоря, 2006 год, там, ипотека для пенсионеров в Соединенных Штатах. Дальше вот, как бы, финал всем известен. То есть для меня это завершение кредитного такого ралли, да. И, с одной стороны, может быть, это там какая-то попытка стимулировать хоть как-то еще потребление, да. С другой стороны, это попытка хоть как-то стимулировать рост кредитного портфеля. Естественно, что однозначно за счет ухудшения его качества. Поэтому, если мы хотим стимулировать экономику, причем экономику производственную, а не занимающуюся перепродажами, то это гораздо проще делать через целевое финансирование, проектное финансирование. И там могут быть деньги АЦБ, данные под конкретные нужды через банки-агенты, тот же Сбер, или ВТБ, или ВЭП, или кого угодно еще, и РСХБ, под конкретные проекты, одобренные инвесткомитетами, да. И там может быть ставка 2, в принципе. Ну, 6, она может быть вполне. Другое дело, что, какое здесь первое же возражение, кроме рентабельности для банков, да. Коробка. Конечно, конечно. С языка снял. И оно звучало, потому что оно укаживало на языке. Значит, если, ну извините, если мы упираемся в коррупцию, тогда что говорить о ставке? Ну вот, грубо говоря, и все. А дальше, кто будет главой Центрального банка? Да, в конце концов, я считаю, что будет ставка снижаться умеренно, но будет небольшой оптимизм на рынке. Для нас, ну как-то это будет сигналом определенным к чему-то, да. И то, понимаете, ставка у нас на межбанке, да, или ставка РИПО, с которой мы все работаем, там, не знаю, двухнедельного, она скорее зависит от того, что в тех же Соединенных Штатах делается, да. Конечно, конечно. Понимаете? И, грубо говоря, от рисков, которые мы друг на друга ставим. Вот и все. К сожалению. И главное, что это в любом случае, я говорю сейчас о фондовом рынке, да, а до реального сектора это вообще никак не доходит. Я имею в виду деньги, а не информацию. Ну, информацию посильно мы доводим. Информацию посильно доносим, да. К сожалению, вот это основная проблема. Моста, моста реального нет. То, что он упирается в коробцию, да, конечно, это видно на многих примерах. Единственный механизм, который оправдал последние, так скажем, десятилетия, это все-таки ослабление рубля. Больше у нас экономика ни на чем не растет. Вот ослабление происходит после очередного кризиса. Мы получаем очередное ускорение на несколько лет. И потом это опять стагнация, опять замедление и так далее. Поэтому вопрос только в одном. Когда наше правительство решится на эти меры? Ну, как показывает практика, у нас решаются на эти меры только когда уже совсем припечет. Последняя очередь. Ну, тем не менее, вот мы говорим же, слышим постоянно о крепком рубле, о стабильном рубле. Видимо, приоритеты все-таки. Ну, есть еще же идея рубля как региональная резервная валюта. Естественно, он не должен прыгать сумасшедшими темпами. Хотя, если мы посмотрим на то, что, скажем, происходит в паре евро-доллар, то там, извините, 1,4-1,2, да, грубо говоря. Это, естественно, там не 50%, но тоже это очень-очень существенно. Очень волатильно. Очень волатильно, да. И никого это, тем не менее, ни от доллара, ни от евро, ни от... Не отталкивает, да. Это всех волнует, но никого не отталкивает ни от одной, ни от другой валюты. Другой вопрос, зачем нам нужны такие амбиции, когда мы не получаем реального роста экономики. Ну, вопрос, опять же, сам в себе. Ну, может быть, как способ для более безопасного увеличения монетизации, ну, или просто денежной массы, да, которая будет высасываться в те страны, которые будут использовать наш рубль в виде этой квази-резервной валюты или просто региональной резервной валюты. То, что делают Соединенные Штаты, да. Но тут есть и свои плюсы, и минусы. У нас экономика, в принципе, недомонетизована. Поэтому это скорее вопрос над созданием стимулов для того, чтобы она могла аккумулировать эти средства и реально пустить их на развитие, на собственное развитие, да. Для этого тут, извините, надо и законодательную базу менять, не только в кредите дело и в ставках. И, естественно, в коррупцию мы сразу же будем упираться, особенно если мы говорим о регионах, и о среднем бизнесе или малом бизнесе в регионах. Ну, в общем, к сожалению, это не упирается только в прерогативы центрального банка. Вот почему мы проигнорировали основной рост на зарубежных площадках. Мы вспомнили о собственных проблемах, да, и подумали, что нам не по пути. У нас есть вопросы, кстати, по этому поводу, Олег пишет. Давайте посмотрим чуть дальше, как будет выглядеть рынок акций. На конец 13-го, а может даже 14-го года, в скобках, если инвестиционные ожидания или Федрезерв вовремя зажмет ликвидность, как сработает наш Центробанк? Ведь Путин говорил о снижении ставки. Кто же знает, как сработает наш Центробанк? Только Центробанк. Ну да, и то, наверное. Ну и то еще пока, наверное, не знает, да. Зависит от того еще, кто будет его новым руководителем, да? Это тоже все-таки, хотя, скорее всего, это не будет какой-то сторонник особо мягкой политики, но тем не менее. Если смотреть до конца года, ну, я, во-первых, не думаю, что будет какое-то зажимание со стороны Федрезерву, потому что какие причины? Нет для этого основания. Да, единственное, что может быть, это то, что к концу года начнут говорить о том, что заканчивается КУЕ-4, и эти 85 миллиардов уйдут с рынка, да, ежемесячных. Но если повезет, и все будет хотя бы нейтрально, да, это будет уже в другой экономической ситуации, когда будет ясно, что преодолен, преодолена очередная угроза рецессии, тогда, скорее всего, будет больше оптимизма. Вот как раз, наконец-то, слово прозвучало. А если смотреть по году, я думаю, что, в общем-то, вероятно повторение того, что мы последние три года видим. Может быть, конечно, уже это слишком, опять-таки, оптимистично считать, что мы так будем из года в год видеть одно и то же, да, продажа в марте-апреле, и потом в июне купил и заработал. Но, тем не менее, в принципе, пока все к этому идет. Либо мы все равно увидим снижение в марте-апреле, может быть, просто уже от более высоких уровней, но все равно мы будем, грубо говоря, в июне должны быть ниже, чем сейчас. Поэтому с этой точки зрения, вот, играть на понижение сейчас и потом на повышение от середины лета, наверное, было бы разумной стратегией. Ну, я бы здесь еще бы добавил, что рынок становится от года к году все более спекулятивный. И вопрос того, что основная масса, если начнет заходить в короткие позиции, то мы можем и не увидеть рынок внизу, но на малых объемах. Да, то есть спекулянты просто вынесут всех желающих в очередной раз прокатиться, и третьего раза может и не быть. Волатильность рынка на сегодняшний день, честно говоря, не очень, так скажем, позитивна для инвесторов. Либо это инвесторы, которые, так скажем, зажмурившись, вкладывают и ждут на среднесрочную, долгосрочную перспективу. Я бы очень хотел посмотреть на этих инвесторов, которые вкладывают, зажмурившись. Зажмурившись, при этом не всегда даже не то, что они на цифры не смотрят, они даже не понимают, куда вкладывают. Ну, я думаю, что это наиболее оправданная стратегия на сегодняшний день. Либо вы торгуете внутри дня и ловите вот эти небольшие движения рынка, которые он дает. Либо в действительности не стоит на это обращать внимание вообще. Кстати, извини, Ярослав, я вспоминаю несколько месяцев назад в нашем эфире, по-моему, ты преподнес вот этот термин, парадигма, экономическая парадигма, и все будет, пока парадигма не сменится, все будет точно так, как мы сейчас видим. Может быть, да. Я о цикличности сейчас вспомнил, когда ты рассказывал, да, в мае мы падаем, там, условно говоря, в ноябре растем, в мае падаем, три года подряд, и было бы, Дима говорит, было бы таким неприличным оптимизмом, надеяться, что будет и четвертый раз, и пятый. Но, с другой стороны, это цикличность не будет. Пока не будет другой парадигмы, мы, может быть, так и будем. Ну, наверное, да, потому что, с одной стороны, это создает много движения, много динамики, да, много, гораздо больше, на мой взгляд, чем, там, в 2007 году, например, на рынке, все в тревоге, волнениях, с другой стороны, сильно, вроде, индексы не меняются, при этом, тем же самым Соединенным Штатам такая ситуация позволяет, в общем говоря, устойчиво и довольно здорово расти, да. У нас-то, просто, к сожалению, картина немножко другая. — Совершенно верно, совершенно. А вот, если уж говорить о том, что может эту парадигму, да, какая парадигма может сменить эту, вот здесь мы, к сожалению, не можем дать ответы, да, в принципе, что там инопланетян мы с тобой, по-моему, да? — Ну, да, мы тогда говорили, что при него нужен какой-то глобальный новый рынок, причем очень крупный. На самом деле, вот, посмотреть на историю индекса американского, да, посмотрите, там, еще до, даже до нефтяного кризиса, до нефтяного шока в 70-х годах началось очень сильное торможение, и рынки были в такой же очень влатильной боковой динамике, как сейчас, один в один. Еще перед этим кризисом, нефтяным шоком, лесским взлетом цены, они снижаться начали, а остальное продолжим тогда после новостей. — Да, да, да. Давайте, сейчас мы, как всегда, слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, продолжаем наш эфир, сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, и в гостях сегодня Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований и инвестиционной группы «Универ Капитал», Ярослав Кабаков, ректор учебного центра «Финам». Говорим о текущей ситуации, об оптимизме, ну, и о многое о чем говорим. Вот договорились аж до того, что нынешняя парадигма, да, она как-то вот не особенно уже приемлема для участников рынка, потому что предложил вот стратегию некую, да, господин Кабаков. Он говорит, надо зажмуриться и покупать. Неважно, по каким ценам, неважно что, главное, зажмуриться. Чтобы потом было не так больно, да, все это делать. Ну, хотя бы не обидно, что работал, считал, а все получил слабого. А тут просто зажмурился и взял. Да, все по-нашему. Так вот, штука в том, что либо должно что-то смениться и открыться какой-то новый рынок, физически он открыться уже не может, да, как он, скажем, не мог открыться в те же самые 70-е годы. И тогда все было во многом разрешено за счет финансовой накачки, денежной накачки, да. Потом было известное финансирование роста через грязные, значит, облигации, да, грязный долг, который кончился обвалом. Но тут открылись как раз-таки новые рынки, да, варшавский блок. Новые дали, да. После этого пошел очень сильный спекулятивный рост, опять же, на росте денежной массы. И были известные все мыльные пузыри на рынке интернет-компаний. И после этого мы, собственно говоря, вошли в ту стадию, когда новых рынков практически нет. Мы колеблимся вот где-то здесь. И, в общем, реально, картина очень похожа на то, что было там с конца Второй мировой войны до, там, 74-го, до 80-х годов, реально, рынок был просто в боковике, с учетом инфляции в нисходящем боковике. Ну, практически волны Кондратьева. На самом деле, наверное, они как бы немножко короче, да, но, в общем, что-то в этом роде. Так вот, проблема вся в том, что сейчас нового рынка тоже нет, либо надо изобретать какой-то новый рынок из каких-то технологий, да, которые будут востребованы всеми. Еще не очень пока понятно, что это может быть, и это будет уже понятно просто по факту. Либо это должна быть очередная монетарная накачка. Причем, чтобы не было инфляции, хотя та же самая там Япония в себе вполне может позволить инфляцию, нужно просто что-то очень дорогое, что будет всасывать. Вот в качестве примера японцы хотят добывать газгидраты с глубины. Это глубины там 6 километров моря. Естественно, что у них в ситуации жесткой дефляции можно огромное количество иен, просто триллионы иен влить в это дело, которое не вызовет никакой инфляции, создаст огромное количество новых рабочих мест, причем высокотехнологичных, и новые компании, акции которых, опять же, можно торговать на бирже. И даже может, что-нибудь из этого получится даже со временем. Конечно, плюс они еще и вытянуты индексы. Хотя это не так важно. И вот, вроде бы, и денежная масса больше стала, и индексы выросли, при этом инфляция сильно не поднялась. Но, естественно, это в какой-то мере рост искусственного. Не, ну, искусственный рост мы уже видели, в принципе, вот этот вот бум, связанный с биотехнологиями, переработкой в топливо и так далее. Да, биотопливо, да. К чему это привело, опять же, да, просто рост цен на сельхозпродукцию. Да, очередной рост и, в принципе, никакой, так скажем, практически, по-моему, значимости, кроме для Бразилии, которые так сумели в какой-то степени там перейти, не привело. Но, с другой стороны, очередной миф, очередная, так скажем, парадигма. Парадигма, да. Пускай локальная. Ну, ладно, это уже не парадигма, наверное, все-таки мы в глобальном смысле. Нет, ну, я... Это поиск, это поиск чего-то. И, по крайней мере, проблема, как, собственно, и сейчас неоднократно мы говорим, она, проблема, отодвигается во времени. Да. Ну, собственно, сейчас все старательно и делают, если уж говорить о политиках, прежде всего. Давайте, у нас есть звонок, послушаем. Игорь, добрый вечер, вы в эфире говорите. Да, добрый вечер. Вот, Дмитрий, вопрос, как бы, сразу текущий. Вот, недвижимость, чем не губка, которая сосет вообще всех мелких инвесторов, которые, там, способны что-то купить? То есть, если не зацикливаться на глобально, по миру... То есть, конкретно рынок недвижимости или даже жилой недвижимости, да, России, а то и Москвы? Да, любой недвижимости по центральным городам сосет вообще все, что только можно в ближайшие 50 лет, по-моему. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Спасибо. Вопрос очень хороший, учитывая просто, что ставки по ипотеке высокие, и при этом многие боятся, например, либо просто оставаться в России и вкладываться все время здесь. При этом, да, конечно, крупные города, там недвижимость растет. Но посмотрите, например, рынок загородной недвижимости. Там устойчивое падение, причем на совершенно никаких объемах. Сколько недостроенных поселков, причем вблизи от Москвы. То есть, очень очаговый рост. Дмитрий, я думаю... В принципе... Я раз, секунду. Давайте так структурируем ответ на вопрос Игоря. Вообще, в принципе, вот по большому счету, рынок недвижимости, это та парадигма, которая... Та парадигма, которая все может всосать, всю ликвидность. Или все-таки нет? Нет. Нет, я считаю, что абсолютно правильный... Конечен, рынок недвижимости конечен. Абсолютно правильный вопрос. Почему? Мы видим Китай, да, где вбухали миллиарды, построили город, снесли его, построили здание, опять снесли и так далее. Есть рабочие места, есть, соответственно, инвесторы и так далее и тому подобное. Другой вопрос, что у нас на сегодняшний день, вот то самое замечательное слово, коррупционная составляющая в строительстве, по-моему, никаким образом ее победить невозможно. Такого не бывает, да, что в одном городе строят по одной цене, в другом городе строят по другой цене и так далее. А себестоимость имеешь в виду? Да, себестоимость продажи... Нет, но стоимость земли-то... Мы на сегодняшний день видим, что в Москве управляемое предложение по объектам недвижимости, поэтому цены здесь достаточно высокие. Если бы здесь была бы хотя бы доля конкуренции, мы бы увидели, что рынок недвижимости в Москве хотя бы чуть-чуть снизился. Ну, цены немножко понизились. Мы не видим, отлично знаем, что там у крупных застройщиков есть объемы непроданного жилья еще с 2008 года. Они сидят и ждут, когда цены вырастут до тех уровней, по которым они продадут и будут, так скажем, в шоколаде. То есть они придерживают, они сейчас не продают? Конечно, ну, известный тот же самый... Ну, по застройщикам известно, что у них есть объекты, которые они не пускают в реализацию, просто дожидаясь именно того, что портфель будет дорожать и потом реализовывать. Та пирамида, которая строилась перед 2008 годом, она на сегодняшний день вполне возобновима и в очередной раз. Мы можем дождаться, что цены на недвижимость в очередной раз покажут новое ускорение, даже с учетом того, что ставки по ипотеке... Хотя ставки по ипотеке с 2008 года, по-моему, немножко снизились. С 2008 года, да. Да, с 2008 года, да, снизились. И мы можем увидеть очередной всплеск. Но, опять же, если эту ситуацию не разрешать, то мы здесь вряд ли получим точку роста, которая могла бы удовлетворить и частного инвестора, и удовлетворить нашу замечательную экономику. Не скажу правительство, а именно нашу экономику с точки зрения ее... Скажи и поклонись. Ну, не дождитесь. Хорошо. Вся проблема здесь. Смотрите, ключевое слово было, что застройщики придерживают. Когда вот рынок всасывает в себя, там никто ничего не придерживает. Там еще ничего не построено, а уже стоит очередь. И все довольны. Это первое. Второе, мы говорим о России, о России говорить не надо, уж если мы говорим о парадигме. Давайте возьмем Японию. Какие там воспоминания о рынке недвижимости? Там воспоминания простые, что индекс у Nikkei из-за кризиса рынка недвижимости, наверное, до своих максимумов не вырасти еще лет 200. Давайте посмотрим на Европу. Там снижение цен практически по всей... Опять же, кроме очаговых каких-то центров, где либо российские деньги, это совсем очаговые, да, либо это столичные города. Давайте посмотрим на Америку, где рост объема продаж и цен, и рост цен, да, есть только в премиальном сегменте. Все. Поэтому, к сожалению, веры в этот рынок нет. То же самое, как нет веры в рынок акций, что он будет устойчиво расти бесконечно. Вот это основная проблема. Может он еще через сколько-то лет там стать таким центром, который будет всасывать в себя все? Да не то, что может, а обязательно станет. Потому что центры роста меняются. Но на сегодня, к сожалению, в рынок недвижимости веры нет. Где он может вытащить нас? В том случае, если будет большая инфляция. Потому что при инфляции, опять же, статистика, скорее, это американская, чем глобальная. Но при инфляции, фактически только при очень высокой инфляции, только недвижимость является каким-то защитным активом. Вот в чем дело. Возьмем тот же самый Китай, сколько там понастроено, действительно, да, и сколько там незаселенных, незаселенных осталось не домов, а городов. Понимаете? Поэтому, к сожалению, всасать не могут даже там, где есть господдержка. Вот это основная беда. То есть опять бы все-таки... Хотя, естественно, если бы рынок недвижимости мог всасывать, то мы бы видели очень хороший подъем и на металле, и на угле. Понимаете? Это была бы совершенно другая картина. А значит, и на рынке, в общем-то, и нефти. Потому что если человек уж купил себе дом в далеком там пригороде, то, естественно, он себе купит в итоге машину, чтобы ехать на работу. То есть это запускается колоссальная цепочка. То, что она как раз не запущена, и где находятся металлы и уголь, вот это и говорит о том, что рынок недвижимости, к сожалению, сейчас не работает. Металлы и уголь... То есть такого потенциала нет. Извини, тебе вопрос. На прошлой неделе были коллеги. Мы обсуждали металлургический сектор в целом, и в российский в том числе. И был звонок от нашего слушателя. Вполне логично, мне кажется, он рассуждал. Если цены на металл, ну, промышленный металл будет расти, промышленный металл как часть, ну, там, арматура какая-то, да, как часть жилищного строительства, процесса жилищного строительства, то логично, наверное, предположить, и цены на жилье будут расти. Коллега твой, вот он сказал, что это не совсем так, потому что основная составляющая, ценовая, по крайней мере, да, жилья в Москве, как минимум... В Москве, конечно. Это коррупционное. Безусловно. И практически... Ну, вот это парадокс такой, что я говорю, если мог, я бы сказал, что у меня волосы дымом встали. Не могу этого сказать, но я очень удивился этому, потому что, ну, это логично, да, если растут цены на сырье чего-то, значит, в целом и продукция должна дорожить. А у нас вот что. Ну, тут скорее было бы обратно, да, цены на сырье начали бы расти из-за того, что растет, там, растут объемы строительства и растет спрос на это сырье. То есть тут скорее была бы зависимость обратной. Но, в принципе, да, если мы говорим о Москве, есть огромная подушка, вот эта коррупционная, да, которая просто своим объемом любое изменение, даже существенное, на себестоимости фактической, да, сглаживает, ну, грубо говоря, да, можно сказать так. Давайте еще раз послушаем звонок. У нас есть Владимир, добрый вечер, вы в эфире говорите. Алло, добрый вечер. Хотел спросить такой вопрос по сахару, даже по суцу, можно сказать, если можете ответить. Вот сейчас он на минимумах таких двухлетних, хорошо, там. Ну, да, он валится-валится преимущественно, да, последний? Валится, да, но сейчас поддержку нашел, я смотрю, вот от чего зависит, вроде как бы, ну, или можете объяснить, да, то есть от чего, вроде и ликвидность, или кто, конкурентность, и денег полно напечатано, почему он в таких низах, да, стоит? Это вот первый вопрос. А второй хотел спросить по поводу корреляции, ну, евро-доллара, да, и доллар-франк швейцарский. А вот вас, наверное, Олег, хотел бы прокомментировать. Хорошо. Да, в пятницу, когда безработица вышла по Америке, да, евро резко просел на 100 пунктов, потом резко вырос на 100 пунктов. Франк против доллара в этот момент практически ничего не делал. То есть он стоял, ну, там, в районе 10-15 пунктов двигался, и все. В то время, когда евро ходил по 100 пунктов, это, ну, сумасшедшая волатильность. А франк не двигался против доллара. Вот здесь есть какая-то, да, закономерность. Какая-то тайна, какая-то тайна. Здесь тайна должна вязать. Можно ли смотреть теперь на франк и не бояться заехать? Я понял. Спасибо, спасибо, Владимир. Спасибо. Так, ну, давайте с сахара начнем, Ярослав. А что Ярослав? Он у нас, Дмитрий. Ты любишь сладкое просто, я знаю, прекрасно. Не правда? Я честно скажу, что рынка сахара последний раз касался еще в ноябре даже, то есть еще конец осени. Поэтому, если вас вопрос действительно интересует, мы можем это дело посмотреть и просто более детально это обсудить. В принципе, там очень высокая цикличность, очень высокая волатильность всегда внутри года. И очень серьезно это связано с прогнозами урожая будущего года. Поэтому, просто чтобы не изобретать сейчас какие-то объяснения, давайте можем завтра созвониться и расскажем. Давайте не будем изобретать, сейчас мы слушаем новости. И, Михаил, подождите нас на... Финам. Ну что ж, продолжим эфир, последняя его часть и ответы на вопросы. И давайте я все-таки начну, извините уж, с звонка слушателя, чтобы не держать. Михаил, добрый вечер, вы в эфире говорите. Да, добрый вечер, меня зовут Михаил, я, собственно, торгую на рынке ММВБ. Вот, и у меня такое размышление и вопрос, значит, хотел бы поделиться с экспертами. Вот вы знаете, что на неделе правительство решило, наконец-то, вроде бы как-то начать, да, тратить деньги, да. То есть, на дороге, я так понимаю, может быть, это, скорее всего, тенденция, начало тенденции, да. Вот, первое, что дороги, да. И вот не кажется ли вам, что это, что из этого следует? Первое, значит, правительство боится обесценить свой какой-то капитал, да, потерять часть, да, обесценение. Тем самым, начинать его вкладывать именно в российскую экономику, в наше, значит, строительство, да. Вы знаете, что из депрессии американцы вышли именно строительством, то есть, грандиозным строительством. Вот, не кажется ли вам, что это какая-то подстраховка, да? Вот, и что из этого может последовать? Значит, я уж опять не хочу возвращаться к металлургам, хотя они и так уже на дне валяются, вот. И то, что касается, значит, убитого Газпрома, значит, тоже размышление такое, что за последние две недели выросло все, да, скажем там, ну, отскочило все, кроме Газпрома, да. Ну, и кучу людей, конечно, глядя на график, смотрят, что не выросло, это Газпром, и вложили туда кучу денег, ну, вот сейчас их высадили аккуратно, я так думаю, к 140 по стопам прошли, вот, и что вы думаете по Газпрому, да, там, Дамайских, Котечки, я думаю, что его за уши-то большие фонды будут подтягивать. Вот таких два размышления. Спасибо, Михаил, спасибо. Дима, давай. Да, ну, относительно дорог, да, прям по порядку, да. Честно говоря, наверное, скажу крамольную мысль, я считаю, что, в общем, залог успешного развития России не в дорогах, а в том, что по ним возить. Потому что худо, бедно, да, они очень плохие, но проехать по ним можно, и провести можно все, что угодно. Вопрос, понимаете, когда у вас идет хорошая дорога к заводу, где раньше делали что-нибудь, там, не знаю, станки, да, а теперь там ничего не делают, или в лучшем случае в Москве там стоит, например, хороший торговый центр, то это, с одной стороны, здорово, с другой стороны, внутреннее производство это не запускает. И, в общем-то, в Москве-то везде можно проехать более-менее, да, поэтому по России, наверное, нужно все-таки как раз-таки создавать стимулы для создания новых производств, а дальше, помните, как вот в свое время купцы железную дорогу проводили сами, в Егорьевск, например, очень хороший случай. Нужно было легче сырье доставлять, они выбили разрешение, провели туда железную дорогу. Дальше уже, пожалуйста, частно-государственное партнерство, что угодно. Учитывая наши разговоры о коррупционности в строительном сегменте, уж, честно говоря, про дороги я даже не хочу вообще касаться этого дела. Если дороги можно построить, то со второй бедой России справиться сложно. Их тоже можно построить. Нет, смотрите, где-то я в сети, в социальной, да, значит, задача. Есть две беды, дураки и дороги. Есть два вопроса, что делать и кто виноват. Ответ, кто виноват, дураки, что делать, дороги. Все, все выстраивается, все выстраивается. По поводу металлургов и Газпрома. Вопрос, как бы, того, что наши металлурги, уже такое впечатление, в последнее время живут на инвест-программе Газпрома. Очередная стройка и очередные планы по закупкам еще как-то держат наших металлургов. Но перспективы пока, как бы, опять же, парадигма очень простая. Газпром тратит, металлурги живут. Как только у Газпрома закончатся новые потоки в ту или иную степь, что будет с металлургами, честно говоря, непонятно. Но, я думаю, что, опять же, не вопрос выхода в текущей ситуации в том, чтобы строить дороги. Почему? Потому что дороги у нас все равно будут теми, которые есть. А на что-то более полезное потратить средства мы не сможем. И говорить о том, что что обесценится, я вот тоже не понял. Капиталы нашего правительства, я не думаю, что... Вряд ли, да? Да. Если говорить о том, что то, что мы накопили в текущей ситуации, ну, мы уже неоднократно видели достаточно эффективное, в кавычках, управление накопленными средствами. И считаю, что последний приговор, вот, текущей парадигме, это поставило все-таки вступление России в ВТО. Да, мы уже становимся связанными очередными обязательствами по стимулированию национальной экономики. И мне вот, по крайней мере, видится, что если 10 лет назад можно было избирать немножко другой путь развития, да, то есть по стимулированию и все-таки не вступлению в ВТО, а девальвации рубля, ну, по крайней мере, то, что было после 98-го года, эту политику, опять же, в дальнейшем проводить, это было бы гораздо более эффективно, нежели чем текущая тупиковая составляющая. Почему? Потому что мы из нее, наверное, вряд ли сможем вырваться в краткосрочной перспективе. Да, как-то ты сегодня настроен... Давайте оптимизм добавим. С одной стороны, действительно, после того, как была объявлена инвест программа «Газпрома», он упал гораздо сильнее, чем выросли на этом металлургике. Я вообще, честно говоря, не уверен, что они на этом хоть как-то выросли. Ну, особенно там, если трубную металлургическую компанию считать, да, что у нас в Икса... Знаешь, не знаешь, но они допустили, ну, насколько я понимаю, да, то есть были пересмотрены прогнозы и объемы по закупкам трубы у «Газпрома» 2012-2013 год. И если планировался основной пик закупок трубы на 2013-й год, то из той инвест программы, которую, так скажем, изначально озвучили, оказалось, что все, пик пройден. Пройден. И после этого... Хотя, с другой стороны, комментарии тех или иных аналитиков говорят о том, что вот мы там сэкономили в 2012-м году, перебросили часть средств, не потраченных на 2013-й год и так далее. Но мы видели, как в прошлом году, да, тот же самый «Газпром» под закрытие реестра, по-моему, высадили всех, кого только можно, все, кто там что-то собирался и так далее. Другая парадигма, которая вот, по крайней мере, проявилась в прошлом году, хотя я отмечу, что она до конца года так и не устоялась, это все-таки дивидендные доходности госкомпаний. И то, что начали делиться своими доходами с инвесторами, это вселяет какую-то надежду. Устоится ли эта тенденция в этом году, пока еще неизвестно. Почему? Потому что у нас в прошлом году это было все-таки по указке, а в этом году неизвестно, сколько будет там «Сбербанк», «Газпром» платить дивидендов у своей чистой прибыли. Ну, по уму, как минимум, не меньше, особенно учитывая, что государство, так или иначе, к 2016 году имеет суперпланы по выходу из полутора десятых компаний. Ты забываешь про вторую проблему нашей России, так что по уму, я думаю, что вряд ли. Это первое, нет, мы уж только последовательно, чтобы понимать друг друга. Кстати говоря, я думаю, что если уж мы говорим о позитиве, давайте какую-то позитивную нотку, да, если уж действительно большой объем еще дополнительных инвестиций пойдет в строительство, тогда мост отрест. Плюс есть очень много компаний, которые торгуются в РТС-борд, систему до сих пор живая, занятых строительством. Если действительно пойдет существенный объем, я уверен, что и там будут переоценки вверх. Ну, вот высокодивидендные компании, они, конечно, низколиквидные, но по 2012 году доходность по портфелю наших управляющих порядка 25% годовых составила. И это вполне приемлемо, при этом их можно держать достаточно долго. Как раз именно эти бумаги, Олег, надо покупать, зажмурившись. Глядишь, и выстрелят наверх. По своей практике мы столкнулись как раз с тем, что это довольно сложно убедить клиентов не дергаться. Действительно, да, там действительно очень хорошие доходности были, может быть, у нас слегка меньше, в районе 20, но тем не менее, все, кто остался довольны. Но вот заставить людей сидеть и не дергаться, не ловить там какие-то просадки локальные, это иногда просто колоссальный труд. Ну, это профессиональная проблема всегда, да. Взаимоотношения с клиентом, они вот сводятся к тому, что его надо чем-то убедить, если это получается. А по поводу вот оптимизма, Олег, если ты заметил, да, вот опять же начал я говорить об этом в самом начале передачи, что российские, иностранные фонды, сейчас идет приток, все-таки приток, и будем надеяться, что тенденция остановится. Но все-таки это спекулятивный капитал, который вполне может еще, так скажем, на полмесяца наш рынок заставить двигаться, ну, если, по крайней мере, не вверх, то, по крайней мере, так немножко подрастать. В диапазоне. По крайней мере, вбок. По крайней мере, вправо. Значит, смотрите, я сейчас прокомментирую ситуацию, вот отвечу на вопрос Владимира по поводу корреляции евро-доллара с доллар-франком, а у вас, нам она останется две минутки, буквально, ну, есть смысл, да, сегодня прошла информация об IPO московской биржи, вот в двух словах буквально ваше мнение по этому поводу, хорошо. Значит, Владимир, вам я оперирую, обращаюсь сейчас. Действительно, значит, мы наблюдаем евро-доллар, доллар-франк, да, достаточно жесткую корреляцию на всех таймфреймах практически, но, включая и пятничную реакцию рынка, и, собственно, очень часто мы видим, что евро-доллар гораздо волатилее, чем доллар-франк, по одной простой причине. Если мы в этих парах наблюдаем реакцию на долларовые, да, какие-то новости или, там, ситуацию в Соединенных Штатах Америки, то они идут примерно, так сказать, ну, даже не примерно, они жестко коррелируются, евро-доллар растет, доллар-франк падает, и это логично. Значит, то, что мы видели в пятницу, да, в этом смысле, значит, мы относим именно к движению в евро, а франк в данном случае не укреплялся именно потому, что, значит, там есть достаточно жесткое присутствие Банка Швейцарии. Вот так можно ответить на этот вопрос. Еще раз говорю, да, взаимосвязи там очевидны, этот растет, этот падает, или наоборот, но с точки зрения вот волатильности диапазона, да, некоторое время назад, вот эта раскорреляция, если можно так сказать, она присутствует. Ну и давайте, осталось у нас немного времени, что же, хорошо ли это или плохо, и как дальше жить? Я, честно говоря, в некотором замешательстве, потому что, с одной стороны, интересно иметь акции биржи как индикатор, там, успешности вообще рынка, да, с другой стороны, я имею в виду именно вот инфраструктуру, да, рынка, с другой стороны, вроде в свое время акции считались прям настолько супер привлекательным инструментом, что теперь, когда его продают, причем довольно быстро после объединения, возникает вопрос, а почему так быстро? Но те ценовые диапазоны, которые были озвучены, нам их еще надо изучить, естественно, будем встречаться, разговаривать. В целом это интересно, по крайней мере. Конечно. Ярослав. В грязь косичками не ударим. Спасибо за внимание, уважаемые слушатели, до завтра, это был Сухой Остаток, до свидания.